всем привет готовим сейчас b7 b8 b78 чтоб никому не было тяжело в понимании готовлю к открасу заднюю дверь подготовил тут ничего сложного на ровная было теперь готовлю переднюю дверь и сейчас задний бампер быстренько перевернул и положил тут у нас внутри . шоуный герметик хотел до сюда ложить сейчас начал вытирать еще раз обезжиривать дверь отмывать потому что если скотчбрайтон надо пройти подготовить к открасу брать вот такие вот садки какие-то закоцки тут поподтирать может где-то что-то пошоркано красится на с двух сторон вот эти вот по убирать шорковки красится с двух сторон до петель внутренней укрепление карты короче вот тут обезжириваю смотрю что хоп она иди сюда а тут рыжики 1 2 3 зона это вот такие вещи которые когда принимаете машину них реально сразу видеть ну то что с клиентом целые сутки машину разбирать и готовить нет так и то когда я тут готовил обрезал я там еще не видел ну потому что там кажется в целом только когда уже детально на блик смотришь тогда видно лучше всего делайте фотографии чтобы потом можно было клиенту показать сейчас ему скину фотки просто покажу чтобы потом можем было в процессе когда будь я говорю что это было дополнительным ну как бы не сделать это это глупо просто по цене там немного получится там плюс допустим 10 15 долларов да я не знаю кто считает работу стоит ну грубо говоря заплатить за чуть-чуть потраченного времени дополнительного и за материал вот мы открываем что мы видим там у нас ржавчина просто к чему веду что делайте фотографии потому что потом вы будете объяснять человеку на пальцах он скажет слышишь ты мне говорил одно а часто не говоришь другое в итоге вы хотели сделать как бы и хорошо и сделали правильно окажетесь лохом потому что ну клиента части тоже будет прав вы его заранее не предупредили не говорили что все какие-то скрытые моменты которые они в любом случае будут будет просчитываться отдельных и фотографии еще не покажете то клиент будет полностью прав что он вас просто на хрен пошлет поэтому делайте фотки вот изначально я увидел еще сделал фотографию да как она смотрится пока клей еще лежит сейчас срежу вот это все еще сделал фотографии что там именно действительно коррозия не мне показалось или там какой-то мусор под герметиком и потом я думаю человек ни слова не скажет против того что да надо там доплатить за клей за грунт за чуть-чуть потраченного времени а ну если вот это сейчас не убрать год пройдет она уже наружу все вылезет хотя клиент может и не увидеть да ну когда он увидит ему будет неприятно что блин вроде машину делал ну так давно полезла как бы и где том что человека не знает снимал этот герметик не снимал этот герметик налазил не лазил я делал этот элемент я должен был его весь просмотреть и убедиться что он не по нее через полгода самый верный способ тут чтобы не париться наждаками там что-то вычухивать вручную тут лазить все равно вручную лазить как бы наждаком но ржавчину проще всего коррозию эту выдрать коралловым кругом все ободрал сразу весь край у герметуса чтобы можно было я буду класть герметик не попасть на тот край который был заводским кусочек остатка наша ширина может там чуть-чуть не совпасть и будет старый край видно теперь работаем там наждаками какими надо но я здесь отработаю 180 пройдусь 240 320 все равно это дело все под грунтовывать баллона протравливающим чем-либо может быть даже эпоксидником посмотрим когда вычищу насколько это все чисто порядок 10 такой сейчас подготовлю всю внутрянку начну работать с наружкой перетру ее под последний перетир наждака переверну положу герметик и потом повешу на стол и когда повешу на стол у меня уже здесь будет нанесен герметик и его тонким слоем грунта еще при полю чтобы он быстрее закрылся и на наружной и когда уже на вертолете будет висеть наружную сторону обработаю 6 соткой уже на вертолете нас она так с внутрянкой закончена перетирка герметоз пока не ложил чтобы не за не убить его потуши пока буду тут перетирать его в шатаю работа с дверью плоскость у нас тут была а и и не было чего я говорю и не было плоскости значит что шпатлевка грунт они дали усадку какой-то чтобы ее удобно и быстро было найти эту усадку и перебить лучше всего взять наждачок чуть-чуть крупнее если обычно допустим делаю перетирку 320 на бруске 400 600 на машинке либо 400 в зависимости от цвета то здесь чтобы быстренько найти плоскость и не делать сильных механических воздействий на элемент чтобы короче не прогибался проще так сказать я одеваю на брусок 240 наждачку ей проще проще дать короче рисочкой чуть крупнее давить не надо при этом в отличие 320 и быстренько нашли плоскость потом перебулись 320 взяли другой брусок может быть наждак поменять на то посмотрим и уже перебили риску потом 400 600 риску перебиваем и работаем дальше что-то ручки подотирать тут рамочки там подотирать и так далее короче мелочевку все когда делаю и так далее и Итого из того, что имеем. Вот здесь я увидел, что плоскость ровная, остались кое-какие небольшие углубления, но они уже со стертой шагренью. То есть это спокойно затирается следующим наждаком. Тут тоже самое, чуть-чуть шагреньки осталось. Вот тут чуть-чуть шагреньки осталось, но ее уже на камеру не видно будет. То есть это все добьется уже 320 наждаком, также на здоровом рубанке на этом же. И переработает, собственно, 400-600 на машинке. Если бы это делать сразу 320 наждаком, пришлось бы прикладывать больших усилий, а в момент, когда мы нажимаем на деталь, протираются бугры, а ямы подтираются. И когда мы снимаем воздействие бруска и нашей силы, вот такая вот деталь получается. Хотя на брусок она кажется ровной. Парадокс, но это так. Поэтому не надавливая, 240 пробежался и получается норм. Фу, сейчас дорабатываю. 320-400-600, покажу, что там... А, 400 вру, без 600, 600 будет на элементе, после того, как гермитос нанесу. И покажу, как оно на проявке смотрится в какой-то из этих стадий. Может быть, после 400-ки. Ручки сделаю сейчас. Ручки и вот эту полочку. Чтобы не делать крупную риску, потому что это даже вручную, и от ручного наждака, а даже от того же самого 400-ки, риска будет нарезаться крупнее. Ее надо будет еще раз перебивать. Поэтому ручку лучше сделать сейчас. И потом уже, когда будем идти в машинке, мы как раз вокруг района ручки всю нашу риску, которую сейчас нагадим рукой, уберем. Так, 400 я обработал плоскость. Перевернул ее на лицо. Сейчас здесь обработаем вот этим вот. То, чем вчера тут обрабатывали. Здесь все хорошо, никаких движений не было. Я все просмотрел, поэтому можно смело работать. Здесь слой толстый не нужен. Обрабатываю именно там, где металл. Через 20 минут приду и буду наносить герметоз. После того, как нанесу герметик, сразу однокомпонентами его обработаю. Чуть-чуть подожду и повешу дверь на место. Когда герметоз, грунт на герметике подсохнет, повешу дверь на место. И снаружи можно будет доработать 600 уже наждачком. Можно, в принципе, сразу однокомпонентным грунтом будет обработать. Хотя, ладно, это в камере. Все равно работы еще там много. С грунтом это доделаю в камере. Три-чуть, выкладывается под, когда вы зайдете, подожди на колокольчик, дай плачать. Аминь. Я помню. С точки-доль. Видео. Смотришь и очень жарко. Ваши. так у volkswagen шов высокий вроде получилось этот носик вырезал удачно прям что сейчас покажу так удачно что шов высокий получилось все хорошо вот завод вот не завод теперь берем пластиковый шпатель визитную карточку еще что-нибудь тут у нас есть краешек которые надо втянуться там сейчас обрисуем что-то шпатель найти как-то не пошел резиновый шпатель сейчас все будет так у нас на углу плюс минус на таком расстоянии берем и делаем все говорят а я делаю вот так а их чуть-чуть много блин там краешки почти сходятся все косяк косяк любой перекуп это при продаже машины потом заметит если мы об этом сказать конечно теперь брошу еще минут на 20 и на хоть он хоть чуть-чуть схватиться и обработаю все это однокомпонентным грунтом гермитосик использовал апп распыляемый для швов он не ну уж очень зашел и стоит приемлемых денег там баллон клея туба стоит чуть там чуть больше 10 баксов сейчас плюс-минус это кориентировочно 3м стоит больше сколько больше 30 баксов то есть разница в три раза аппешный меня за эти бабки полностью устраивает еще хочу попробовать террасон как-нибудь возьму попробую скажу насколько ощутимая разница накидал гермитос 1к блин да и гермитос однокомпонентный грунт однокомпонентный все по 1к короче заряжаем блин ну получилось реально даже бульбушка заводская валик высокий такой прямо как дрожжевая булочка ровненький теперь тут уже делать ничего не будет ничем тереть нельзя гермитос будет мягким еще часа четыре прям вообще мягким поэтому оклеиваемся и обезжириваемся тут где не обезжирено очень аккуратно чтобы туда не влезть по наружке сейчас пробиваюсь 6 соточкой тут и мы уходим в камеру клеится обезжириваться под грунтовываться примерно такой мне процесс зашел в камеру оклеился под покраску прогрунтовал с этим баллоном хорошо ложится грунт одно так оно и тут много очень пошлифовывал когда ведешь беспрерывно с него вылетают крупные капли именно на края тут ничего еще на передней на задней двери а на передней почему-то многовасти накапало и это не очень приятно здесь также пластик под грунтовал весь и мы готовы открасывать базу развел все обдул я тут даже по намочил пленку на пол поналивал на всякий случай посмотрим будет ли изменения какие-либо в движениях ссора по камере пока не доделал установку вытяжки второй слой после полной просушки интересно получается вот заметил если обезжирю последней обезжиркой водной и ну как сказать я растираю вроде хорошо вытираю насухо но видно четко разводы от салфетки если дать слой чуть мокрее чем положено не знаю с чем это связано и заметил это кстати еще в германии когда работал то есть первый слой в налив давать с этой обезжиркой вот когда так обезжириваешь вроде тщательно но может я что-то делаю металль короче идут как такие видно как салфетка проходила а когда высыхает ничего не видно вот где связь и 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 свет за полтора слоя все хорошо укрыл я все хорошо высушил протер интересно вот это серебром бро она нормально протирается красный цвет хреново протирается какие-то бежевые тоже хреново протираются интересная связь теперь накидываю 60 процентов от слоя обдулся пошел развел лак лак двухслойник сейчас прокрашиваю внутрянку провокировал наружку в один слой и на внутрянку больше не лезу на внутрянке будет один слой налить так Продолжение следует... 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 Вот в центре сарина. Видно, не видно? Где-то тут она. Поверху глобально ничего не видно. Но что-то меленькое. Может быть, еще по-любому увидится. На бампере... На бампере, как ни странно, ничего серьезного такого вообще я не увидел. Не заметил. По внутряку. Перепылов на внутряке нет. Глянец хороший. Для внутрянки самое оно. Почему второй слой, как правило, не лью на внутряк? Да потому что вероятна возможность появления сопли там. Поэтому в одного слоя более чем достаточно для внутрянки. Так, с дверями закончили. Это покрасили. Выкраску сделали. Высохнуть приложим к крылу. Посмотрим. О, нашелся Ирина. Там будет. А сейчас идем заниматься кузовом порога. Приступаем к порогам. Но тут больше не с порогами, не с заботой, сколько с подкрылком. На пороге линию уже отбили скотчем. Линию ровную. Три слоя скотча друг по другу, чтобы была толщина, равная толщине клея. И накидали. Ну, покажу. Тут больше вопросов и забот. Я поотмывал чутка. Вот тут мое шпакло попало. Тут у него сварочные точки. И весь кант весь порванный. Так, конечно, положить клей, как вот тут лежит, я не смогу. У нас просто нет в продаже таких носиков для населения. Ну, вообще положить гермитос. То есть закрыть металл сейчас преобразовательным, этим блатным, который мне очень понравился. Сейчас поотрываю, что тут отрывается. Оно отрывается лишь потому, что он тут варил рядом. Короче, сейчас берем сюда дрель с насадкой коралловым кругом и чистим все, что можем очистить. Все, что отрывается, надо оторвать. Потому что под тем, что не отрывается, будет гнить и ржаветь. Сейчас попробуем молотком разогнуть вот этим ударным инструментом разогнуть вот эту проволоку хоть чуть-чуть. хоть чуть-чуть ближе к тому, чтобы там не было сквозной дыры в ворон. Чтобы я мог туда клеем хоть как-то натолкаться. Вот так вот будет. Ну, если у нас лучше, ничего тут не рапнуло, у нас вроде нет. Почистим клей, посмотрим, что получается. Так, ну, почистились. Мне вот интересно, как он тут варил, когда тут у него клей висит. Ну, вроде, что-то там держится, приварен. Сейчас еще раз все пообезжириваю. Вот тут вот клей надо оторвать отверткой, залезть стамеской, отверткой, потому что туда круг по диаметру не подходит. А его надо отрезать, он там не держится, он хреново держится. То есть выколопать его, тут подрезать. Ну, тут уже держится, тут не разорвало. Обезжирить все, почистить, скрюч брать, там промотовать. А дальше посмотрим. Фу, почухал, почистил, обезжирил, отмыл. Ну, вот ровно до этого гермитоса. Теперь обрабатываем. Меня этот баллон, знаете, прямо покорил сегодня. Прямо, прямо понравился он мне. Арифтовщик заморачивался, он тут точки почухал. И на этом хватит, сказал. Действительно, зачем больше? Там он не добрался туда. 20 минут, кладем гермитос. Так, тут мы заклеились уже под клей нанесения. Здесь все высохло. Так, и мы начнем сейчас отсидывать сначала. я буду ложить валик, а потом его буду размазывать кистью, потому что я так, я же уже сказал, нет у нас таких специальных носиков до герметиков, до герметиков, можно было напылить, так как на заводе напыляют. К сожалению. Но тут внутрянка, кайп после того, что тут уже сделано, я думаю. Никто не обидится, что лежит не такой волной, как заводы. Давайте мы его вот так вот разволним сейчас. есть. Ну и сюда доложим и потом размажем. Теперь на этот пистолет одеваем носик для распыления. Этот порог уже настроил, так сказать, металл весь обработан этой фиговиной. и начинаем. Начинаем, так сказать, накидывать ступки. Гарный ствол, мне прям нравится. Просто капец. Уже начинает сливаться. вот тут у нас задача я весь краешек просто срезал ему. Просто положить новый слой, чтобы он весь у нас был одинаковый. Я, так сказать, приподнял на 2 мм край, чтобы у меня линия была новая, которую я делаю. посмотрим, что мы тут понавалякали. Сейчас, да, он еще долго будет такой тянущийся. Снимем скотч, уберем уровень. Внутри я тут запалил тоже аж туда, по всем местам, где он работал и все, что было загрунтовано. И сейчас у меня есть вот такой эпоксидный грунт. Так, стоп. Так, короче, отвлекли меня по телефону. Вот такой есть эпоксидник у меня. Сейчас посмотрим. Да, он еще живой. Я этим эпоксидником сейчас тут все закрываю и на этом мы и заканчиваем. То есть тут больше никаких работ производиться не будет. Клей нанесен под клеем нанесен грунт. А сверху клея нанесен грунт. Поэтому тут будет по фигу что происходить дальше. Тем более тут еще ковер, камни напрямую не попадают. Попадает только влага. Ничего себе я еще к цвету очень хорошо попал. Ну и тут тоже самое. Вот эту работу должен был сделать рихтовщик а не я. Он доделал он должен закончить все внутри. А сейчас начнется рихтовщики не красят рихтовщики за собой вообще ничего не делают рихтовщики белоручкой они насрали даже болгарка чистить не должны. все это знаю. Все это мы дело проходили. Так снимаем скотч снимаем скачи заскочем у нас тянется красиво оп стоп сейчас я остановлюсь и камеру уберу у меня пленка сейчас скучна так снял пленку аккуратно надо двумя руками было не ляпнуло все так я оставляю его на ночь пусть сохнет грунт грунтом не закрывал потому что нет сейчас необходимости это я сделаю завтра перед покраской что что завтра будем тереть крыло проем как раз вот тут которые шишки выходят их можно пускать братиком фаником аккуратно потереть ну в принципе линия красивая линия толстая линия хорошая все красится и никто не скажет что это не заводской герметик потому что это герметик это не как его уже забыл гравитекс Саня я уже начал забывать слово гравитекс прикинь вот вот что значит начал работать клеем потихоньку забываю слова важные для каждого маляра гравитекс тут то же самое клеечек навален сейчас снимем и поглядим тут по порожку тоже все закончено также великолепная линия завтра высохнет красится и будет красиво пойдемте еще глянем что у нас в камере происходит как там высохло не высохло у нас тут потом в дальнейшем камера соберись схема рисуется тут тут все по-мужски это тесты лаков идут разных лаков у нас тут Sotra Ultra HS Sotra HS 920 Lechler Sikens HS Arbay Maxitone 7000 еще там три лака есть и это все у нас будет в сравнениях так так все хорошо так мусорины которые упали изначально больше ничего не добавилось значит то что я промочил с пола помогло тоже к плюсам к этим шторкам которые сейчас пока что лежат вентиляция потихоньку собирается все недостающие запчасти приходят соберем будет короче переделается ну переделается в плане не был переделается переделается система отсоса воздуха и будет все красиво должны мы мусор этот побороть ну по крайней мере намочив пол ну сколько тут два бревна да одну на двери тут другую на двери там именно из крупных таких на бампере вообще ничего нет такого что необходимо было бы убрать хорошо хорошо пойдет поедят потеков нигде нет тут тоже потеков нет и слава богу кстати удобно вот так знаете подвесил за фильтра гораздо удобнее красить вот эти части потому что стандартная проблема маляров какая не прокрашены вот эти носики потому что они лежат аж вот тут около пола и его тупо неудобно даже красить ты не видишь что ты там делаешь в таком варианте все видишь все прокрашено полочка вся глянцевая полочка вся нормально проливается это та это так как стоит на машине а не так как что она постоянно в шагре не уходит когда верх ногами бампер красишь тут все тоже хорошо короче в таком варианте гораздо удобнее красить я уже посмотрел цвет все хорошо для серебра так вообще хорошо что у нас тут гермитосик гермитосик то вы посмотрите на это завод он уже прихватился то есть уже такой прям бодряковый внутряночка вся блестит кто скажет что это не завод да никто не скажет что это не завод короче мне все нравится все хорошо завтра продолжаем работать с кузовом желаю всем удачи хорошего дня и пока